Всем привет! Меня зовут Мария Никонова. Я эксперт в области декоративного садоводства и хозяйка одного из самых красивых садов в Подмосковье. Моему саду 23 года, территория и участка 30 соток. В последнее время мой канал на YouTube набирает новых подписчиков достаточно активно. Мы растем, а это значит, что пора записать приветственное видео и немножко рассказать о том, чем же я занимаюсь в своем саду. А самые интересные растения в моем саду – это хвойные, альбийские и разные садовые редкости. Именно на них я специализируюсь и именно им отдаю большую часть своего внимания, как садовод. Для меня садоводство – это творческий процесс, дорога, так сказать, проб и ошибок. В результате всех своих садовых экспериментов я нахожу решения для, казалось бы, неразрешимых задач. Например, у меня в саду в открытом грунте без каких-либо укрытий зимуют орхидеи, которые называются плеёни. Также отлично себя чувствуют разные карликовые, видовые и сортовые рододендроны. Некоторые из них вы можете встретить под названием японские азалии. Еще я экспериментирую со сложными и не дающимися чаще всего альбийскими растениями. Ну и, конечно же, с хвойными. Например, последние четыре зимы, а может быть даже уже и пять, я точно не помню, у меня зимуют три гималайских кедра. Настоящих кедра, а не те кедры, которыми мы привыкли считать, кедровые сосны. По этому поводу у меня есть небольшое видео, точнее, есть небольшой фрагмент в первой части видео о хвойных в моем саду. Я постоянно учусь и с каждым годом все больше и больше понимаю, что нужно растениям для того, чтобы они окрепли и как можно быстрее стали чувствовать себя у меня в саду как дома. Именно поэтому вы не найдете в моем саду зимних укрытий. Я не подкармливаю, не обрабатываю свой сад. Все это нужно для того, чтобы наблюдать за жизнью растений, предварительно, конечно же, обеспечив их максимально теми необходимыми для них условиями, в которых они могут себя чувствовать наиболее уверенно и быть максимально жизнеспособными. Как правило, я не спешу удалять какие-то отмирающие ветки, убирать пообуревшую хвою. Я наблюдаю. Кто-то скажет, что это лень и отчасти будет прав. Но для меня это как раз процесс наблюдения и изучения того, как поведет себя растение в той или иной ситуации. Конечно же, если я увижу, что ему нужна срочная помощь, например, я каких-нибудь сосновых пилищиков увижу на свежей хвои моих сосен, конечно, я их обработаю. Если их немного, я просто их сниму руками. Точно так же я поступаю, например, с тлей на бузине или на калине, хотя по сути своей у меня ее там даже встречается крайне мало. Прежде чем что-то сделать в своем саду, я сначала обязательно посмотрю, сможет ли справиться растение с возникшей проблемой самостоятельно. Ну а параллельно я ищу причины, по которым эта проблема возникла. Таким образом, спустя эти 23 года моего садового опыта, я, наверное, могу уже за 100% уверенностью утверждать, что более малоуходным, чем он есть сейчас, можно сделать любой сад. И в каждом случае это будет свое решение. Но что это реально, это абсолютно 100% факт. Главное, чтобы к таким изменениям был готов сам садовод. Прежде чем что-то сделать в своем саду, я обязательно задаю себе вопрос. Первое, зачем это мне? И второе, нужно ли и подходит ли это моему саду? И только после анализа моих ответов, точно такие же вопросы, кстати, я задаю своим ученикам, я принимаю решение о том, делать это или не делать. Я достаточно много обучаю именно декоративному малоуходному садоводству. Показываю, на что способен их сад своим ученикам. И моя цель, моя задача, моя миссия сделать так, чтобы красивых, необычных, оригинальных садов в нашей стране стало больше. Кроме того, у меня есть бренд товаров для садоводов. Он называется «Мейкома». В линейке товаров сейчас есть таблички из нержавеющей стали. И классные садовые органайзеры, очень удобные. Все, кто их покупает, отмечают, что в них очень удобно работать. Их практически не чувствуешь на теле. Их можно купить на Озоне. Ссылочка будет и под этим видео, и в описании моего канала. Если вам интересны хвойные растения, камень в саду, необычные и интересные растения, беспроблемные и совершенно малоуходные, для Подмосковья, для северо-запада нашей страны, для более южных регионов, или даже для Крайнего Севера, обязательно подписывайтесь на мой канал и смотрите новые видео. Потому что в каждом из них я или что-то интересное показываю, или рассказываю о своих приемах, способах ухода и вообще о своем подходе, о своей философии малоуходного садоводства. Сад – это не каторга, а удивительно увлекательный процесс познания себя и природы, которая нас окружает. Ведь все лайфхаки, все приемы, все подходы я подсмотрела именно там, в природе. Как-то ведь она справляется без нас уже миллионы лет на этой планете. Там нет ни подкормок, нет ни обработок, а все процветает. Вы посмотрите, какие фотографии выкладывают, раньше их публиковали в журналах, сейчас выкладывают в социальных сетях путешественники. Но это же сказка «Поляны цветущие» или «Цветущие горные склоны», или какие-то интересные, красивые, извилистые формы тех же самых сосен. Я считаю, что именно там нужно учиться. Природа – лучший учитель. Она помогает сформировать насмотренность, помогает лучше понять, что подходит, что нравится нам. И помогает найти свой уникальный, оригинальный, отличный от других путь к своему собственному райскому уголку, к своему райскому саду. Если вам хочется задать какой-то вопрос или прислать мне какую-то фотографию, попросить консультацию, подписывайтесь на другие мои социальные сети. Обычно я всегда отвечаю в Инстаграме и в Телеграме. К сожалению, здесь, на Ютубе, такой возможности нет. Но я думаю, что мы с вами не потеряемся. До новых встреч. Ваша Мария Никонова. С любовью к саду и садоводам. Сейчас расплачусь. Всем привет. Нет. Всем привет. Мой канал набирает последнее море.